Номер один здесь не только число порядковое. Для этого детского дома оно носит особый смысл. Именно с него началась революция среди учебно-воспитательных заведений такого вида. Он стал первым в Украине государственным детским домом семейного типа. Здесь дети только живут, а вот учатся они в обычных школах. А еще посещают городские кружки и секции вместе с ребятами из полноценных семей. И живем мы по закону семьи, в принципе приближенная к семейным отношениям. Больше, чем мы даем в детском доме, никто не даст. Сейчас здесь воспитывается 35 детей возрастом от 4 до 18 лет. Говорят, бывает всякое и плохое, и хорошее, как в обычной семье. Но трудности помогают преодолеть терпение, любовь, надежда и вера. Делится своим секретом воспитатель детского дома, которое посвятило ему почти 20 лет. Здесь, конечно, огромная любовь к детям. То есть мы их чувствуем уже работой, знаем их тонкости души, знаем их манерность, есть умение собраться в нужную минуту. А вот ко дню рождения каждый год здесь готовятся заранее. Как для воспитанников, так и их воспитателей этот праздник главный. Детский дом для них не только место, где они живут, но и настоящая семья. Мне здесь все нравится. Я считаю, что я здесь живу как в семье. Ну, никто не выносит мусор из избы. Ну и все здесь внутри происходит. Мы здесь ездим в разные поездки, у нас много праздников. Ну, тут хорошо заботятся друг о друге. У меня семья здесь. Ну, все беспокоятся о нас, как настоящей семье. Разделить радость день рождения сюда пришли и бывшие воспитанники. За 24 года детский дом дал дорогу в жизни не одному десятку детей. Так Александр выпустился два года назад. Говорит, здесь из него воспитали хорошего человека. Благодаря этому юноша и нашел свое место в жизни. Тут меня научили всему. То есть, ну, финансы распределять, по домашнему хозяйству там делать. Это больше, чем мне могла, по крайней мере, дать мама. Хотя она мама, но они меня тут научили всему. И для меня, ну, воспитатели были как мама. Не обошелся главный праздник и бесприятных сюрпризов, подарков. С пустыми руками сюда не пришел никто. Ну, а главной изюминкой стал концерт, который воспитанники подготовили для своих гостей. Анастасия Крапивко, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время».